Какой сигнал он хотел послать в стране? Вот что он этим хотел сказать? — Зная Путина, я могу в той мере, в которой я могу его знать, я думаю, что это, ну я же наглый человек, я могу сказать, что, наверное, это процентов аж 15, так сказать, исследованной территории. Вот, исходя из моего знания Путина, я бы хотел сказать, что, во-первых, он сигнал хотел послать своему окружению, что прекращайте охреневать. Вот, видимо, иным способом, кроме как поданием сигнала, такого достаточно сильного, он уже навести там порядок, не применяя, не прибегая к посадкам. То есть, я бы сказал так, навести порядок в том борделе, который там вот вокруг собрался, можно было либо законопатив лет на 10 Сердюкова, либо выпустив меня. Ну, я рад, что было принято второе решение, а не первое, при всем том, что к Сердюкову, может быть, я не очень хорошо отношусь, но, тем не менее, не настолько плохо, чтобы ради него продолжить это. — То есть, это был прежде всего сигнал своих, ребята, вы взорвались? — Я предполагаю, да. А во-вторых, это, конечно, сигнал обществу и главной миру, что я чувствую себя достаточно устойчиво. Я не боюсь. Вот это тот сигнал, который он хотел послать, на мой взгляд. — Вы Путина все-таки хорошо знаете, скажите, вот потому, как вы его наблюдаете издали, он все-таки меняется, и если меняется, то куда? — Я никогда не считал Путина слабаком. — Я твердо убежден, что человек, который начал свой путь во власти, я имею в виду во власти такой, с войны, он слабаком не может быть по определению. Потому что было понятно, что если он войну проиграл бы, или если бы его заставили проиграть, это неважно, то уровень ответственности, который бы ему пришлось нести, он мог бы быть любым абсолютно. — И, значит, человек, который на это пошел в самом начале, он точно не слабак. То есть, вот эту тему забыли. — Другое дело, что Путину, на мой взгляд, комфортно, и чем дальше, тем больше ему это комфортно, выступать в роли именно арбитра. То есть, вот ему видится, хочется, нравится роль Дансиопина. — Мудрого НАТО. Как только он почувствовал, что для части общества он не является арбитром, он просто взял эту часть общества и вынес за скобки. — То есть, отмыл. — Он просто вынес за скобки. И сказал, что мне дороже роль арбитра, чем представителя всех. — Это некий политический выбор. Я не настолько квалифицированный политик, чтобы говорить, насколько он был разумным и имелась ли у него альтернатива. Но это некий выбор политика, технологический выбор политика. За всем этим, я считаю, кроется только одна серьезная проблема, что все мы люди, и у всех у нас век и политический, и жизненный он ограничен. И, соответственно, когда этот век у Путина кончится, то вот такое построение ситуации на базе жесткого конфликта внутри окружения, он приведет к смутному времени. — Люди должны увидеть, и это опять задача демократической части общества, что у общества есть авторитеты, помимо Путина. Путин вышибает авторитеты. Но вышибать он может авторитеты только в своей части спектра, которую он арбитрирует. А авторитетов в той части спектра, от которой Путин отказался, вышибают сами уважаемые демократы. И делают это с не меньшим энтузиазмом и с такой же жесткостью, с которой это делает Владимир Владимирович Путин. — Вы о ком сейчас? — Да я обо всех, включая Навального. Продолжение следует...